Друзья, всем привет! Меня зовут Юлия, и сегодня я расскажу вам о книгах, которые успела прочитать в последние несколько недель. Подборка у меня получилась достаточно разнообразная. Здесь и классика, и фэнтези, и новинки, и уже практически признанная классика фэнтези. И в основном все книги мне понравились, но будут и некоторые предупреждения, поэтому советую смотреть видео внимательнее. И, как всегда, я все ваши отзывы, ваши мнения по поводу сегодняшних книг жду в комментариях. Там же я жду и советы. Если вы из новинок что-то присмотрели и хотите узнать мое мнение, обязательно мне об этом напишите. И начну я с одной из главных книг этой осени, и уж точно с лучшего рассказа мистической русской классики, который я читала в своей жизни. Сборник называется «Карты нечисть безумия». Здесь собраны рассказы русских писателей-классиков, которые так или иначе связаны с темой мистики потустороннего, всяких заигрываний с потусторонними силами, ну и, в принципе, такой достаточно мрачно гнетущей атмосферы. Кстати, у меня на канале уже вышла подборка с готическими романами, так что если вам этой осенью не хватает атмосферы, обязательно туда загляните. И вот я на канале в течение сентября, начало октября уже не раз показывала этот сборник, потому что действительно он меня удивил буквально с первого же прочитанного рассказа. Вот, как правило, сборники построены вокруг одного, двух, трех громких имен, а остальные, ну это такая часть, ну водой я ее совсем не назову, но это рассказы, которые для полноты восприятия темы даны, и не всегда они все на 10 из 10. Здесь же я читала и восхищалась абсолютно каждым писателем, и больше того, я открыла для себя новые имена. То есть вот этот сборник еще и хорош тем, что вы будете читать какой-то конкретный рассказ и хотеть дальше продолжать знакомство с писателем. Ну вот, допустим, я особо никогда не интересовалась Леонидом Андреевым, а здесь я прочитала Дневник Сатаны, Воскресенье всех мертвых. Мне очень понравился и слог, и стиль. Ну и что ни говори, это все-таки классику, просто так классикой не называют. Это очень выверенные рассказы, которые ты читаешь, и вот прямо по волнам красивого слога тебя качает. Мне очень понравился здесь Александр Куприн со звездой Соломона. Вот если вы любите, во-первых, если вы плохо знаете Куприна и не слышали про этот рассказ, я советую прямо с него начинать читать, потому что там вся история завернута вокруг таинственной библиотеки со всякими оккультными книгами, и главный герой, там изначально такой маленький человек, разбирается во всей ситуации, там тема с исполнением желаний, странно исполняющихся, и тема сделки с потусторонними силами. Я такое просто обожаю, и в классическом понимании это раскрыто было великолепно. Прекрасный рассказ был у Лермонтова, что это про карточную игру с потусторонними силами. Еще мне понравился Грин, и безумно понравился Андрей Платонов. У него здесь два рассказа, «Глиняный дом в уездном саду» и «Железная старуха». И вот «Глиняный дом в уездном саду» похож на рассказ, который тебе кто-то как баечку такую пересказывает, и ты до конца даже не понимаешь, а есть ли там что-то потустороннее, но в какой-то момент становится невероятно жутко, как будто это было все на самом деле. То есть очень в привязке к нашей действительности и к нашей реальности этот рассказ написан. И «Железная старуха» это вообще такая пугалочка, страшилочка для детей. Он очень короткий, но это действительно те рассказы, которые идеально осенью, ну вот в выходной день, особо не напрягаясь, там в течение часа за чашкой кофе или чая прочитать. Сборник прекрасный, мои аплодисменты еще раз оформлению, потому что вот этот срез с такими травами, разнотравьем, очень красиво смотрится, и по цветовой гамме крутое решение. Ну и если вы на моем канале видео не пропускаете, то вы наверняка уже слышали, что главное имя, за которое я благодарна этой книге, это Валерий Брюсов. Здесь у него всего один рассказ «Студный бог», но это один рассказ на миллион. Вот его читаешь и влюбляешься абсолютно точно в этот слог. Он настолько погружающий, мистический, атмосферный. Вот если я услышу, что рассказ, написанный больше века назад, не может леденить вашу душу, я буду приводить всегда в пример теперь «Студного бога». И больше того, этот рассказ я прочитала, и мне очень захотелось дальше продолжить знакомство с писателем. Я стала читать, изучать дальше информацию про Брюсова. Мне крайне понравилось его жизнеописание. И я узнала, что он относился к течению символизма в русской литературе на конца 19-го, начала 20-го века. И больше того, он один из главных отцов русского символизма. Можно даже назвать его основоположником. Я уже успела из крупной формы Брюсова прочитать «Огненного ангела». На него есть подробный отзыв. И вот знакомясь с творчеством Брюсова, рассматривая, что же мне читать у него дальше, я очень и заинтересовалась в целом движением символизма. И это не просто какое-то направление в литературе или в искусстве. Это настоящее жизни творчество, это жизни миропонимания. У Андрея Белого, кстати, даже есть книга «Символизм как миропонимание». И вот там как раз препарируются основы символизма, с чего к нему подступаться, как его начать изучать и почему это мировосприятие настолько интересное и настолько важное. В общем, этим течением я сейчас невероятно увлечена, заинтересована. И я даже посмотрела очень классную лекцию от синхронизации. Она тоже была посвящена символизму. И как раз там рассказывалось прямо по полочкам, с чего зарождалось, как продвигаться, как самому там изучать, на какие имена обратить внимание именно в символизме. Было очень-очень интересно. Я вот благодарна, что существуют такие лектории, и материалы преподносятся нескучно, бодро, и ты сам потом не теряешься, как же дальше изучать материал. И вот в целом, обобщая тему классики, я скажу, что с каждым читательским годом я все больше понимаю, что не бывает скучной классики и нет тех книг, которые не могли бы заинтересовать. Просто нужно к классике находить верный подход. И вот часто нам сложно читать книги, и даже бывает страшно к ним подступиться, потому что мы не успеваем следить за огромным количеством героев, теряемся в сюжетных линиях и не понимаем контекста в целом. Но любую, даже самую сложную книгу, поэму или стихотворение можно упорядочить, разобрать и понять. А как это сделать, вы узнаете на курсе «Литература. Полное погружение» от Лектория Синхронизация. На курсе вы познакомитесь с шедеврами мировой литературы и разберетесь в своем отношении к их авторам. И вас больше не будут пугать такие названия, как «Улисс» или «Илиада». Меня вот больше всего интересует новый взгляд на уже знакомые произведения. Недавно совсем говорила, что в этом году буду перечитывать «Мастера и Маргариту» Булгакова. И хочется сделать это уже с базой. А еще на курсе вместе будем разбираться в поэзии Ахматовой и Бродского и антиутопиях Замятина, Брэдбери и Оруэлла. И давайте расскажу немного про формат. Это большой курс. Вас ждут 6 месяцев изучения литературы и 50 великих произведений. Но это совсем не будет похоже на скучные лекции в универе, потому что можно изучать и знакомиться с произведениями в очень разных форматах. Слушать аудиолекции по дороге домой, смотреть вебинары вместо сериала вечером, а потом обсуждать прочитанное в чате Телеграм с единомышленниками и литературоведом. После курса вы составите себе список любимых произведений, разовьете привычку читать и сможете поддержать любой разговор о литературе. Я знакома с синхронизацией уже не первый год, и это один из крупнейших онлайн-лекториев России. Ребята на рынке уже 8 лет, с ними каждый месяц учатся и вдохновляются более 12 тысяч человек. Это действительно качественный, продуманный интеллектуальный досуг, вы не тратите время на поиск и проверку нужной вам информации, не нужно сомневаться в качестве материалов и экспертности преподавателей, команда синхронизации уже все сделала за вас. И кроме литературы, у них в каталоге десятки курсов на самые разные темы, от искусства и кино до психологии и биологии. И, конечно, у меня есть для вас промокод BOOKSAROUND, используя который курс «Литература. Полное погружение» сейчас можно купить с дополнительной скидкой 15%, то есть за 8 910 рублей вместо 13 365 рублей. Кстати, этот курс можно оплатить долями, так платеж разбивается на 4 части, без комиссии и переплат. Действует промокод и на курсы, и на подписку, так что обязательно переходите по ссылочке в описании, и давайте вместе погружаться в мир литературы. Следующая книга, про которую я расскажу вам в прочитанном, это «Стивен Кинг и его буря столетия». Это одно теперь из моих любимых произведений у Стивена Кинга и одно из самых необычных. Я вам очень еще раз благодарна за совет, потому что сама бы я не знаю, когда до него добралась. А может, если бы случайно в книжном и увидела, и взяла с полки, скорее всего, я бы подумала, что это какой-то сценарий, и эта книга сделана просто потом как адаптация того, что Стивен Кинг создавал для телевидения, или для кинопродакшена. И, в общем-то, изначально так оно и было. «Буря столетия», о чем Стивен Кинг здесь в предисловии рассказывает, изначально создавалась как сценарий для кинопроизведения. Но потом она была немножко дописана, немножко переработана. И когда вы будете читать ее в виде книги, у вас будет ощущение, что вы как будто слушаете, ну, какой-то аудиоспектакль с очень большой долей визуала. То есть Стивен Кинг здесь описывает локации, как правильно там берется ракурс, где крупный план, где нам камерой показывают большое пространство. И это очень интересный читательский опыт. И если вы боитесь такого, или думаете, что вам не понравится, или сейчас в голове проносятся школьные пьесы, и кажется, что это очень скучно читать, поверьте мне, нет, Стивен Кинг здесь все тот же идеальный и очень увлекающий рассказчик. И больше того, когда я читала «Бурю столетия», у меня было постоянное напряжение, и я была в ощущении, что я сижу вот как будто попала в аварию, сижу в заснеженной машине, и мне по радио рассказывают сводку новостей, то, что вот сейчас происходит, и мне становится все страшнее и страшнее. В чем здесь завязка сюжета? Есть маленький изолированный городок, на который надвигается буря, и кажется, что жители должны сплотиться перед лицом этой бури, но приходит не только непогода, вместе с ней в городок приходит еще и человек, или не человек, я вам сейчас спойлерить не буду, который у людей как будто выявляет их темные стороны души, как будто знает все их грешки, все их скелеты в шкафах, все их темные тайны. И вот этот человек, как такая лакмусовая бумажка, начинает их проявлять, и вот Стивен Кинг изначально рассказывает о нем, ну, то ли как про маньяка которого, а здесь есть убийство, то ли как про какое-то потустороннее существо. И вообще вот размышляя про книгу уже после ее прочтения, у меня было ощущение, что Стивен Кинг здесь как будто хотел смоделировать страшный суд, вот именно в религиозном понимании этого словосочетания, что только людей судит не Бог, и люди еще живы на земле, но при этом им уже нужно отвечать за то, что они натворили. И если вы любите вот такие истории про тихие сонные городки, на которые что-то обрушивается, где жители самые, казалось бы, там тихие и самые заурядные люди, но с каждой страницей выясняется все больше грязных и жутких тайн, вот эту книгу определенно стоит прочесть. И мне очень понравилось, как в небольшом формате, в коротеньком произведении Стивен Кинг заложил такую серьезную мысль о выборе, а здесь действительно каждый человек в городке, ну практически каждый герой оказывается перед выбором принять свои грехи, ответить за них, умереть за них. Здесь очень серьезная и глубокая, и философская, и религиозная составляющая, и при этом она подается вот в абсолютно таком развлекательно-увлекающем виде. Это погружающее, мрачное и такое леденящее произведение, и вот я его советую именно сейчас читать, в ноябре читать, может быть, если в декабре чего-то страшного захочется, или на зимние каникулы уже отложите, я прямо представляю, как эту книгу идеально читать, завернувшись в пледик с чашкой чая, и чтобы за окном еще бушевала непогода, вот, кстати, как у меня сейчас, я очень надеюсь, что вам в звуке не будет особых помех из-за дождя, вот тогда будет эффект полного погружения. Живые персонажи, очень много героев, но ты среди них не теряешься. И вот еще раз, если вас пугает такой вид повествования, диалоговый, с периодическими описаниями, как бы со сменой локации, со сменой кадров, просто попробуйте, начните, вы за 10 страниц втянетесь, и получите просто замечательную книгу, и очень необычную. И еще, кстати, вот не могу прям с ней расстаться, еще небольшой совет, если вы Стивена Кинга боитесь читать большие его произведения, типа Оно, или там даже Кладбище домашних животных, но хочется с ним познакомиться, как с классным рассказчиком, попробуйте Бурю Столетия. Следующая отличная книга, которую я прочитала в последнее время, это Бен Аронович и его Луна на Цоха. Это уже вторая часть приключений Питера Гранта, Констебля, который, оказывается, втянут во всякие потусторонние расследования и, в общем-то, попадает в отдел, который в Лондоне, в альтернативном Лондоне, занимается всякой паранормальщиной. И вот, в отличие от первой книги, которую я читала и думала, что получу снова цикл, где можно будет, ну вот как у Глена Кука, про которого я, кстати, тоже сегодня буду говорить, что будет каждое расследование читаться отдельно. Но здесь не совсем так, потому что реки Лондона, понятно, первая книга цикла, она читалась отдельно, закончена, и в конце был такой, ну, небольшой крючочек, клиффхенгер на дальнейшее продолжение. Но вот, читая Луну на Цоха, ты уже получаешь такое количество и персонажей, и завязок вот явно на продолжение дальнейшее, что я уверена, с этой книги начинать не стоит, и дальше там вторая, третья, сколько частей вообще в цикле будет, не стоит браться где-то с середины цикла, лучше начинать и читать его именно, рассматривая и сквозные линии. И вот еще одно кардинальное отличие от первой книги, я здесь отметила, в реках Лондона я читала и больше наблюдала за миром. То есть там очень интересно это мироустройство с вроде как современным Лондоном, и там вся музыка, вся поп-культура, фильмы, игры, вот все составляющие нашего мира там на страницах встречаются. Но при этом есть и магические происшествия, есть, допустим, почему называются реки Лондона, там каждая речушка, каждое ответвление Темзы обладает своим божеством, божеством с характером, и вот с ними расследование было связано. Здесь же я концентрировалась на самом расследовании, потому что уже ты понимаешь законы этого мира, ты примерно представляешь, кто его населяет, как там все функционирует, и вот на эту вступительную часть ты больше не отвлекаешься. Ну и, конечно же, для меня очень приятной составляющей детективного сюжета здесь стало то, что сами убийства связаны с музыкантами. Музыкантами, правда, джазовыми, на что нам, кстати, намекает здесь и музыкальный инструмент, вписанный в название. И убийства эти тянулись еще с 1941 года. И вот Бен Аронович берет реальный факт убийства джазового музыканта в 1941 году и продолжает его, понятно, уже в фэнтезийном ключе. То есть здесь по сюжету, когда главный герой сталкивается с очередным убийством, он сначала кажется ему, что это что-то обычное, но потом он связывает цепочку и понимает, что действует какая-то потусторонняя сила. И вот почему убивают джазовых музыкантов, как это связано с музыкой, как это связано с магией, здесь исследуется. Одно из самых важных предупреждений, которые мне хочется дать по поводу этой книги. У нее рейтинг 16+, но я бы здесь большими цифрами поставила 18+, потому что здесь и очень такие неприятные описания убийства. И однозначно здесь есть моменты, которые достаточно высокорейтинговые. То есть это не какая-то милая, безобидная детективная история, это не классический детектив, который можно читать там и в 14 лет. Я бы сказала, что это очень взрослая серия, и вот с каждой книгой она явно становится только мрачнее и взрослее. А еще мне сзади здесь очень понравился кусочек аннотации, что эта книга воззвание ко всему сокрытому, призрачному, забытому нынешним Лондонам. Я очень люблю такой магический реализм, когда есть реальные места, а здесь есть еще и музыкальные произведения, которые ты можешь прямо погуглить, послушать. Это полностью погружает тебя в атмосферу книги и делает это, истончает эту грань между реальным и вымышленным. Люблю такое, и Бена Ароновича я обязательно продолжу читать. Следующая книга, и вот это еще одно мое прекраснейшее открытие, это Дина Рубина и ее маньяк Гуревич. Я про эту книгу тоже уже успела где-то немножко рассказать, но теперь готова высказать полное мнение и сказать вам, что это произведение войдет и просто в список самых жизнеутверждающих книг, которые я читала в своей жизни, да и в список любимого у Дины Рубиной. Я вот в следующем прочитанном еще обязательно буду вам рассказывать про Белую Голубку, но там это просто отдельная песня. И маньяк Гуревич по названию может вам показаться каким-то триллером или страшной историей про маньяка, но на самом деле эта книга это жизнеописание психиатра Семена Гуревича с самых его ранних детских лет, его юности, молодости, зрелости и уже ну не совсем преклонных лет, но уже взрослый человек рассказывает нам, дает нам это повествование. И на протяжении всей книги мне так приятно было находиться с этим героем. Вот Семен Гуревич, мне его даже Семой хочется называть, это человек, вернее, это герой, в которого ты точно не влюбишься, но который будет тебе настолько приятен своим взглядом на мир. Вот это человек, у которого стакан всегда наполовину полон. То есть, что бы с ним ни происходило, он все время вляпывается в какие-то нелепые ситуации. И много у него, был у него в жизни очень серьезный, переломный момент, связанный с эмиграцией, когда на середине жизни ты начинаешь не просто со старта, а как будто с самого дна. И кажется, что невозможно достичь того же уровня жизни, но у него не опускаются руки. И он с оптимизмом, с верой в людей, с верой в себя ко всему подходит. И читая про это, ты как будто подпитываешься энергетикой. Это фантастическое чувство, которое не каждая книга дает, даже юмористическое, даже самое счастливое по событиям. Но вот маньяку Гуревичу это удалось. Мне очень понравилась часть, связанная с детством, потому что да, это детство, которое проходило еще там в Ленинграде, в Советском Союзе, и вроде как оно совершенно далекое от меня, но все равно ты узнаешь в нем какие-то черты детства, которое одинаковое вне зависимости от времени, достатка, семьи. Вот есть моменты, которые ты на каком-то интуитивном уровне чувствуешь, вспоминаешь, и становится очень тепло и приятно. И вот тепло и приятно это те ощущения, и улыбка на лице, это те ощущения, которые мне книга дарила. Я ее советую, если у вас какие-то сейчас темные дни, или плохое настроение, или в принципе хочется поднять себе настроение этой осенью. Произведение замечательное, юморное. Имейте в виду, наверное, что здесь есть такие иногда скользкие шуточки, и здесь много медицинского юмора, потому что Семен вырос и в семье врачей, и сам, как вы понимаете, обучался медицине. И вот если рассказывать немножко про составляющую книги, здесь пять частей, первая часть это детство, потом мы как раз находимся в студенческих годах, и вот что там происходило, все эти студенческие медицинские баечки здесь воспроизводятся очень достоверно. У меня так уж получилось, что все мои близкие, лучшие друзья, ну почти все, это врачи самых разных, это случайно получилось, в самых разных направлениях, и уж я этих студенческих баечек наслушалась, и вот у меня было ощущение, что как будто я завела себе нового друга, и он мне рассказывает вот что-то в том же ключе, что я уже знаю, но немножко отличающиеся, и просто новые какие-то забавные ситуации. Это было очень расслабленное, и вместе с тем веселое, и такое жизнеутверждающее чтение. Я книге благодарна за несколько приятных осенних вечеров. Следующая книга, которая радовала меня буквально вот на последние недели, это, конечно же, Глен Кук, и я здесь из этого тома успела прочитать только шепчущие никелевые идолы, но, надеюсь, до конца октября прочитаю и жестокие цинковые мелодии. Еще раз мои восторги этим металлическим названием. Мне кажется, все эти названия идеально подошли бы для каких-нибудь металл-альбомов, каких-нибудь крутых групп. Я Глена Кука не читала, но вот несколько месяцев именно к Гаррету не возвращалась, и у меня было полное ощущение, что я встретилась со своими старыми друзьями. То есть, Глен Кук все так же продолжает немножко экспериментировать с формой, но при этом у него во всем этом цикле есть такие стабильные составляющие. Есть Гаррет, детектив, детектив, который является пародией на нуарные детективы, у него есть обязательно какие-нибудь подружки-красотки, у него есть новые влюбленности, у него есть старые привязанности, у него есть непреодолимая тяга к алкоголю к вылезанию во всякие возможные ужасные приключения, есть покойник, который, это особенная раса, который сначала спит, потом много думает, потом выдает какие-то советы, и вот есть набор персонажей, который не меняется из книги в книгу, и больше того, Глен Кук каждый раз про них еще и рассказывает, что вот этот такой-то, вы не забывайте про него, а вот в прошлой части с ним происходило вот это, и не устает еще раз нам напомнить черты характера, но вот меня это вообще не раздражает, я встречаю этих героев, и у меня ощущение, что я смотрю вот очередную серию своего любимого сериала, то есть там уже немножко Санта-Барбара началась, это какая часть, это уже наверное восьмая где-то, раз, два, три, четыре, ну да, почти восьмая, это уже одиннадцатая книга, одиннадцатая часть приключений Гаррета, и понятно, что здесь уже много персонажей, здесь уже большая концентрация событий, но уровень юмора остается такого же грязновато-скользкого, атмосфера остается, мне очень нравится этот цикл, естественно, с там одиннадцатой книги, даже там с пятой книги я не советую вам читать, но вот если вы начинаете, и вам первая книга нравится, допустим, вторая не очень, можно пропустить вторую, взять третью или четвертую, основных героев вы уже будете знать и будете понимать их приключения, и вот кстати, мне еще было очень приятно в Никелевых Идолах вернуться к такому больше локальному конфликту, потому что все не с инопланетянами, не с богами здесь, никаких замутов нет здесь, все более приземленное, и просто вот в этом фэнтезийном мире мы детективы расследуем. Всем, кто уже успел познакомиться с Гарретом, определенно, я советую продолжать этот цикл, если вы рассматриваете, только раздумываете, стоит ли к нему притрагиваться, попробуйте сладкозвучный серебряный блюз, вы очень быстро поймете, что это за персонаж, нравится он вам или нет, и втянетесь, ну, либо не втянетесь, его приключения. Следующая книга, это «Четвертое крыло» Ребекки Еросс, я книгу не перечитывала, сразу скажу, в бумажном варианте, я вот как в рукописи ее прочла, так мои впечатления и остались, но я не упущу возможность посвятить вам красивой обложкой в кадре и рассказать немножко больше про сюжет здесь, про свои впечатления, но вначале мне хочется поделиться своим таким блогерско-читательским наблюдением. Вот, смотрите, я про это произведение впервые рассказала в начале июля, по-моему, или даже в конце июня, у меня были книжные выходные или там неделя чтения, я как раз читала рукопись и рассказывала, что вот, начала, мне нравится, и уже тогда получила достаточно комментариев от тех, кто успел прочитать на английском, и комментарии тоже были разные, то есть кому-то очень понравилось, кому-то не понравилось, какие-то грехи там перечисляли, но это было достаточно конструктивное обсуждение, но стоит книге получить хорошую пиар-компанию и стоит тебе ее похвалить, все, начинаются сразу же обвинения в том, что ты продался, но не может эта книга понравиться, я, конечно, такому улыбаюсь, но я в своем мнении всегда абсолютно уверена, если мне что-то из бестселлеров не понравится, ну, как, допустим, шестерка Атласа, я об этом скажу, если мне что-то понравится, я об этом также скажу, и четвертое крыло лично для меня это прекрасный пример компиляции от всего, что я люблю в Янгдалте, всех вот это поворотов, героини, которая проходит процесс обучения, и она совершенно не вписывалась изначально в это обучение, истории от неприятий, там, чуть ли от ненависти до любви, и совершенно идеального главного мужского персонажа, и шикарных драконов, и интересный сеттинг, и вот, когда я читала эту книгу, я так отдыхала, я смеялась, она меня очень хорошо развлекала, что я просто не могу и не хочу к ней цепляться, потому что она подарила мне очень классное настроение, эмоции и продолжение, я, конечно же, ждать буду, особенно с учетом того, что здесь показали нам только небольшой кусочек мира, в дальнейшем мы явно познакомимся не только с драконами, а с продолжением этого бестиария, если вы каким-то чудом до сих пор не слышали, про что здесь сюжет, здесь главная героиня, девушка Вайлетт, изначально собиралась выбрать самую такую приземленную бытовую в этом мире профессию, но волею судьбы оказывается она наездницей дракона, всадницей, вернее, дракона, и здесь стоит еще отдельно сказать про драконов, потому что это такая боевая мощь страны, это очень важные персонажи, это не просто какие-то существа второстепенные на страницах для антуража, это полноправные герои истории, драконы характерные, драконы саркастичные, к драконам нужно найти подход, и то, что ты становишься наездником, всадником дракона, не гарантирует тебе безопасность, и не гарантирует то, что у вас с драконом как бы сложится взаимоотношение, то есть это очень интересный процесс выбора, притирки, да и в принципе освоение этой профессии, чем Вайлетт в первом томе в общем-то и начинает заниматься, и вот я вам, когда впервые про эту книгу рассказывала, уже говорила, что мне не нравится ее сравнение с игрой престолов, ну разве только в части драконов, я бы скорее сравнила ее с дивергентом, и может быть с голодными играми, вот сравнение больше в эту сторону мне нравится, и если вы любите такие янг и далтовые истории, которые вас развлекают, прочтению которых вы уже сразу подходите с мыслью, что вы не будете встречать здесь сложной философии, что будут косяки, будут огрехи, и не стоит придираться к каким-то нелогичным сюжетным поворотам, тогда эта книга определенно принесет вам удовольствие. Если хотите ее препарировать и разбирать каждый косячок, там может там каждую опечаточку и все такое, возможно, она тоже принесет вам удовольствие в другом ключе. В любом случае, я буквально на прошлых выходных слушала аудиосериал, и вот он получился абсолютно замечательным. Это действительно аудиосериал с разными крутыми актерами озвучки, с музыкой, и если книгу вы сейчас видите на всех каналах, и до сих пор не понимаете, какое мнение по поводу нее сложить, и нужно ли вам вообще складывать какое-то мнение, попробуйте аудиосериал, все равно ВКонтакте его можно бесплатно первую серию послушать. И, наконец, еще одна книга, которая мне тоже очень понравилась, это Олдос Хаксли и его «Гений и богиня». У меня в руках сборник, здесь остров, обезьяна и сущность, и вот как раз «Гений и богиня», но мне посоветовали последнее произведение, я с него и начала. И изначально, и вот в целом, если рассказывать про здесь сюжетную составляющую, то это такая история про любовный треугольник. Есть знаменитый талантливый ученый, но уже в возрасте у него есть прекрасная, очень красивая и такая жена-богиня. И есть молодой ученик, который в жену и влюбляется. Но вот кажется, какая еще история может быть проще о любовном треугольнике, но в нее Олдос Хаксли потрясающе вписывает вопросы человечности, выбора, любви, причем любви в очень разных ее проявлениях, любви как смирения, любви пылкой страсти, любви, которая обожествляет человека и ставит его буквально на пьедестал. Как изначально молодой ученый относился к жене, он просто считал ее каким-то неземным существом. И может ли вообще разбиться и пропасть вот этот романтический флер в ходе знакомства с человеком? Стоит ли вообще человека идеализировать? Или каждый из нас сможет остаться при своих недостатках и косяках? Это было очень интересное исследование человеческой души буквально, и к тому же оно очень короткое. Это повесть «Гений и богиня», но вот она страница на сто, наверное. Я всем крайне советую с ней ознакомиться, и здесь мое главное предупреждение будет. Есть откровенное описание, и вот в книге достаточно большая такая составляющая, ну вот плотская, что ли ее назвать, не знаю, как еще красивее выразиться. Если вас такое не смущает, то классную психологическую составляющую вы здесь точно получите. Ну а я с Олдасом Хаксли обязательно продолжу знакомство и «Обезьяну», и «Остров», конечно же, прочитаю. И, друзья, жду ваших комментариев, вашего мнения здесь под видео, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!